Итак, что же важно в сознании Кришны? Очень важно понять простоту движения сознания Кришны. С одной стороны, это очень просто. И с другой стороны, это чрезвычайно возвышенно, недоступно. Очень простой процесс. Одновременно простой и очень возвышенный. Простота осознания Кришны. Самые возвышенные, недоступные истины скрыты ведами, скрыты материальной природой, гуннами, скрыты добротой мирской, мирской, скрыты осознанием духа даже, за пределами брамаджоти, духовного излучения, который поддержит все и вся. И передается только единственным способом. Нельзя придумать, нельзя увидеть непосредственно этими глазами. Нет таких органов восприятия и способностей человеческих. Это передается исключительно по звуку. С одной стороны, Харикришна и Маха-Мантра как будто те же самые звуки. Мы можем слышать их ушами так же. И тени в этих звуках сокрыты высочайшие истины. По звуку. Когда я шел в правду, спросили, кто такой гуру? Ну, какой-то образ возникает. Ну, как правило, в западном мире это образ какого-то старца, седовласый, мородой, длинной одежды. Ну, что-то такое очень. Экзотический образ. Умудренный каким-то опытом, медитацией, мудростью, годами. Но праппад ответил по-другому. Гуру – это вибрация, он сказал. Это звук, который исходит от духовного учителя. И вот в этом вся простота. Чтобы стать гуру, нужно просто повторять, что слышал от духовного учителя. Вот и все. Это очень трудно. Есть склонность к измышлениям, к своим выводам и к своим понятиям. Таким образом, все усложняется в уме. Один ученик сказал, что праппада, я не знаю, как проповедовать, я слушаю вас, столько знаний, но я не чувствую, что я могу так же проповедовать. Он говорит, праппад сказал, это очень просто. Ты все усложнил. позвал маленькую девочку, дочь преданного. Сказала, мало ли, или как вы говорили, повторяй за мной. Кришна, верховная личность Бога. Она, Кришна, верховная личность Бога. Еще несколько фраз повторила, говорит, что очень просто. Очень просто. Читайте Бхагавадхида, просто повторяйте ее. Очень просто. Но если мы хотим свои комментарии иметь, свои мнения иметь, это что-то другое, это уже материальное, это что-то уже материальное. Трансцендентный звук не нуждается в интерпретациях улучшений, совершенствований или уменьшений. Читайте Бхагавада сравнивает это с работой почтальона. Вот давайте мы можем себе понять, как просто все и как чисто и прозрачно все в этой простоте. Почтальон может вам принести перевод на тысячу долларов, но он не должен ни одного цента присвоить или добавить туда. Он просто почтальон. Это Духовный Учитель. Ничего не выдумывает из себя. Все сказано в Бхагавадгите. Если мы хотим понять, кто рассказал Бхагавадгиту, обратитесь к Бхагавадгите. Там написано, кто рассказал Бхагавадгиту. Кто первый услышал, обратитесь к Бхагавадгите. Там написано не Арджуна первый услышал, а Бог Солнце и Виласман. Ун взрывается у современного человека. Бог Солнце, Виласман. Что у Солнца есть, оказывается, Бог еще. У него куча проблем у меня. То есть наши современные ученые разрушили все представление о живом мире. Они говорят нам о мире мертвом. Солнце называют плазмой. Все элементы разложены на химические вещества земные. Перепарывают мертвые тела. Душу не видят, не изучают. С живым существом не знают, как вообще общаться. Они думают, что жизнь возможна только в таких биологических пропорциях. А на Солнце жизни быть не может. И нет управления во Вселенной. Все случайно. Сумасшествие. Это выдумки. Это просто их предположение ума. Это называется анномана. Я смотрю в телескоп и не вижу никакой жизни там. Вот и все. Предположим, инопланетяне приземлились на нашу планету в области пустыни Сахара проповедей. А смотрели, сказали, здесь жизни нет и улетели. То есть, некое ограниченное представление люди имеют о жизни вообще в целом. Жизнь – это что-то биологическое. Нет. Жизнь – это не биология. Это другой вид энергии вообще. Нематериальная жизнь. Разве вы не видите разницу? Это же пример. Это же факт. Мы даже загуляли по улицу. Я заметил какую-то травинку. Мертвую. А рядом точно такая же. Плазелёная. Вы не представляете, какая гигантская между ними разница. Вы это можете почувствовать. Между мёртвым человеком и живым человеком. Гигантская разница. Только что человек был жив. Когда вы смотрите, что он мёртв, что вы чувствуете? Какие чувства схватывают? Куда делается любовь? Почему выбрасываете это тело? Мы же любили это тело. Вы понимаете, там жизни нет. Значит, вы любили жизнь в этом теле, а не само тело. Факты рассмотрите внимательно. Рассмотрите. Это очень просто. В уме всё сложно. Жизнь вечна. Очень просто всё. Душа не умирает и не рождается. Всё очень просто. Любой разумный человек очень легко это может понять, что тело подобно одежде. Одежде. Как это понять? Ну да, мы так рассуждаем. Вроде бы логично. Но как это? Понятно. Как избавиться от страхов, от этих отождествлений ложных? Каким образом? Очень просто. Просто повторяй. То, что Кришна говорит, «Ваговодитель» и всё. Слово в слово. Смысл в смысл. И всё. И ты разовьёшь своё духовное и вечное сознание. Очень просто. Но так же, как если мы берём железный пруд, к примеру, пру Пару. Железо. Кусок железа. Опускаем в огонь. Через короткое время железо приобрет качество огня. Вы обжигаетесь, касаясь железа. Это уже не железо. Это просто железо. Очень просто. Если мы свой ум опускаем вот в эту Бхагавадхиду, священные тексты, как они есть, подобно огню, ум обретает способность понимать. Если вы просто повторяете то, что вы слышали свыше от духовного учителя, а от Кришны, разницы нет. Он просто повторяет, как почтолёт, что Кришна говорит. Ничего не добавляет и не убавляет. Разницы нет никакой. Если мы слышим извертый источник, это шабда прамана, авторитетный, могущественный звук. Это вибрация, это изгул. Мы просто слышим и поэтому знаем. Вот и всё. Что понять, как это? Ещё пример пропадает. Три уровня слушания. Есть выше тип слушания, средний и низший тип слушания. Разный тип разума слушает. Разум слушает. Ухопроводник звук. Есть люди, которые могут обрести опыт просто на слух. Им нужен опыт пропо ошибок. Это не наш метод. Это метод очень непрактичный и длительный, ароха, бесконечный. Всё на себе испытать невозможно. Хотите узнать вкус цианистого калия? Он не описывается в вкус цианистого калия. Вкус соли описывается в химии, а в вкус цианистого калия не описывается. Никто не будет это на себе пробовать. Не всё это возможно. И разумный человек, самый разумный, он просто на слух опыт приобретает. Например, написано, своруешь, получишь срок. Нарушишь закон, своруешь, ограбишь кого-то. Насилие совершишь. И такая статья, тюрьма. Достаточно, чтобы получить опыт разумному человеку. Я услышал, увидел закон. Всё понятно. Разве нет? Разве нет? Разве не понятно? Второй тип разума не понимает до конца. А если никто не увидит, он думает? Он думает, видите? Он размышляет, он философ. Если нет свидетелей, почему нет? Но так или иначе, когда он увидит, что кого-то вот прямо перед ним наказали, или ему уже угрожает наказание, он скажет, стоп, я понял, сдаюсь, я завязал. Второй тип разума. Мы с вами относимся ко второму типу разума. Мы не всё понимаем на слух. Нам не какой-то опыт необходим, страданий, чтобы познать то, что тут написано в Бхагавадите. Не думать, что всем нужен опыт страданий. Нет. Если человек будет разумом, его страдания будут к минимуму сведены. Кришна в Гите говорит, можно быть счастливым в этом мире по-настоящему. В этом мире можно научиться и быть счастливым. И третий тип разума отсутствие разума. Он слышал закон, он видел, как наказывают других, его самого наказывали не раз. Он продолжает воровать и совершать преступления. Отсутствие разума. Сознание Кришны не для таких людей. И первоклассный разум тоже трудно увидеть. Мы второклассные, мы учимся. Видите, как все просто. Услышал. Но другой вопрос. А что, если я слышу ложь? Гуру-обманщик. Один, что он здесь спросил, Прабху Пагава, а что, если гуру-обманщик? Он обманывает людей. Прабху Пагава сказал, люди уже все обмануты. Уже все обмануты. Истинный гуру в этом мире, где вы живете? Нет. О чем вы спрашиваете? Ну, разве все гуру-обманщики? Мне не нужен гуру, не так ли? Другой пример попадает. Если вы пошли к зубному технику, а он оказался шарлатаном, не квалифицированным, вместо больного зуба вам здоровый зуб просверлился. Ну, методом проб и ошибок. Ну, это проблема серьезная для пациента. И он скажет, отныне я никогда не буду ходить к донтистам. Вопрос возникает следующее. Если у вас зуб все-таки забрит, куда вы пойдете? Он все равно нужен. Вы все равно не обойдетесь без этого. Как же узнаете запредельные вещи? Только по звуку, по вибрации. Ну, как же не быть обманутым? Все-таки вопрос стоит. Серьезно. Но есть такое пословица. Искреннюю душу обмануть невозможно. В сердце каждого живого существа есть параматма Бога сердца. Если вы искренне, вас никто не обманет. Вы должны слышать свое сердце. Если вы искренне честны перед собой, и на самом деле мы ищем свою абсолютную истину, на самом деле мы хотим познать себя, на самом деле это в сердце искреннее желание, это невозможно обмануть человека. Стучите ищите и найдете, говорится, обязательно найдете. То же самое написано в Ведах. Никогда ни при каких обстоятельствах не прекращайте поиски абсолютной истины, ни при каких обстоятельствах, плохо ли, хорошо ли жизнь складывается, не прекращайте. И вы найдете их. Не в этой мире, а за пределами этого мира, за пределами ума, за пределами чувств, за пределами материальных элементов есть абсолют, пронизывающий все. Сущее называется сущие, сад. То есть само существование. Кто-то из западных философов вообще выделил это как отдельный философский термин существование, общее для всех живого и неживого. Существование это общий термин. Все мы сад существуем. Эта материя тоже существует, сад. Это тоже существует, сад. В том, что тут нет чит знания, сознания и ананды, блаженства. Мертвая материя. Непробужденная энергию называет. Она не мертвая, она находится в состоянии. Это тоже дух скрытый. Можете представить? Все духовное на самом деле. Все можно использовать как дух в этом мире. Вопрос знания. Мы поем и танцуем. Мы так познаем дух. Танцевать можно в невежестве. Шумел камыш, деревья гнулись. Почему нет? Тоже можно развеселиться, знаете, но железо не раскаляется. Нет, нет, железо не раскаляется. Раскаляется, воспаляется ум. Когда мужчина и женщина трясутся друг перед другом, в пьяном виде воспаляется ум. Сексуальное возбуждение наступает. Вот и все. Результат которого опустошение, потеря энергии, больше ничего. Ровно что-то обманка, просто обманка. Человек стареет, почему думаете? Расходует энергию внутреннюю. Тело, конечно, старится, дух не должен стариться. Сколько вам не было лет, вы должны быть молодыми всегда. Это сознание Кришны. Вы вечная душа, душа не стареет. Тело не должно нас беспокоить сильно. Ну, что, что тело мочится, что, что шея, как гофир нашла? Ну, что? Я не это шея, я не это тело. Если мы это сознаем, никто не обратит внимания на ваше тело. Люди в вашем присутствии будут чувствовать равные отношения. Равные. Шелла Павпады в 70 лет начал пропадывать. Его окружали только молодые люди, влюбленные 70-летнего старика. Все забыли его возраст вообще. Такие были эмоции у Павпады. У молодых людей наркоманов такого не было. По ДЛСД такого никто не испытывал. Он был очень энергичный, у него были очень точные слова, он понимал людей, быстрее, чувствительнее, он никогда не проявлял какого-то неведения в общении с людьми. Девеншество. Это пробужденный дух. На любую вопрос Павпады отвечал, авторитетно, бескомпромиссно и непровержимо. В шоке все были вообще. Перед это было очень практичной и простой жизнь. Ребенок может проповедовать, видите? Мужчины могут проповедовать, если не бояться, конечно. женщины могут проповедовать, они не боятся уже, все ясно. Женщины вообще никого не боятся, современные. Эмансипированные женщины это мужчины боятся, женщины никого не боятся. Вот надо вот эту эмансипированную часть занять в проповеди сознания Кришны, чтобы защитить вот эту часть от опасности вообще. Это получается на самом деле. Сейчас женщины очень активно проповедуют. Я сам не ожидал такого. И не планировал, честно говоря. Целая армия женщин проповедуют по всему миру. Мужчины ждут, когда наступит их время. Конечно, я понимаю, мы так сейчас все просто говорим, так все даже примитивно что-то мы говорим для слуха. Может быть, не нужно все как попугая повторять, конечно, мы повторяем осмысленные вещи, которые мы уже сейчас понимаем, то, что чем мы вдохновлены обязательно. Мы передаем вдохновение со словами, это должен быть авторитетный звук. Пережитый звук и просто механические повторения. Но если мы механический мантру повторяем, это тоже принесет результат. Эмоции пробудятся, безусловно. Если мы даже просто пытаемся говорить об этом. Но почему мы сегодня удивлены, если мы читаем книги Павлопады? Например, кто-то удивляется, что душа вот тут описывается, что она вечная, тело, как одежда, изнашивается, мы меняем на новое тело, реинкарнация, кого-то это может заинтересовать. Меня спрашивали, знаете, в Узбекистане из Института Ислама приходили студенты, люди очень, знаете, сдержанные, высокая культура, их хорошее воспитание, исламский университет, культура отношения мужчины и женщины, общая культура речи, обращение к старшим, то есть удивительно, они приходят в храм как экскурсии, чтобы пообщаться с преданными, узнать эту традицию с большим уважением. и что их интересует сегодня больше всего, когда они задают вопросы. Как они задают вопросы? Там у них есть старшие группы всегда, их преподаватели с ними приходят. Они напрямую, никто из студентов ко мне не обращается. Обращаются к старшим, говорят, можно я задам вопрос? Когда старший спросит, какой вопрос? Обращается, говорит, можно такой вопрос? Говорю, можно. Он спрашивает этот вопрос. Их всех интересовал один вопрос. Реинкарнация. Где это описано? Потому что не во всех писаниях мы находим это. А это важно, подтверждение писания важное. И мы находим подтверждение других писаний. А все в шоке люди становятся. Оказывается, есть подтверждение всех писаний, может быть, не так подробно, как в ведах. Обязательно есть. Даже в Одиссее, даже в Илиаде есть, в Агвагите есть, в Евангелии можно найти несколько мест, выказывающих на это. Во всех писаниях, Библии и все остальное. И в Коране там на нее даже суру прям ссылали на эту тему. Они просто в шоке. Знаете, они чувствуют вдохновение, что они что-то еще узнали вообще в душе. Это бесконечный процесс. Вы думаете, это исчерпывается реинкарнацией и кармой? О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо- описать духовное тело и духовную энергию. Она описывается, нам трудно понять. Кришна улыбается. Бог улыбается. Что же за улыбка у Бога? Его близкие, преданные гопи, в виде улыбки Кришны, тоже улыбаются. Когда Кришна видит улыбку, он еще больше радуется. Улыбается шире. Гопи. Когда Кришна еще шире улыбается, они еще шире улыбаются. Кришна, что гопи уже очень широко улыбаются, еще шире улыбаются. И так до сих пор продолжается. Представьте себе. Что за щеки у Кришны? У нас же физиологизм в голове. Щеки не могут расти. Улыбка может быть бесконечно. Щеки тут ни при чем вообще. Наши щеки ими видят. Почему мы на свои щеки ссылаемся, когда говорим о глупхе? Или он может вот так вот рукой держать все творение. А где эта рука? Что за рука у Господа? Есть рука, но не такая, как у нас. При этом он держит все творение и занимается своими делами приема свободы. Вы так умеете? Вот эти атланты, знаете, они там держат Эрмитаж. Уже давно, понимаете? У них проблемы вообще. У них там каждый мускул напряжен. Они ничего не могут сделать вообще. Даже руку оторвать не могут оттуда, понимаете? Кришна не такой атланты. Он все поддерживает, и при этом абсолютно независимо свободен. Он там танцует. Как он управляется? Очиньте. Бог непостижим. Поймите, нельзя его в рамки нашего разума поставить. Он непостижим. Он может делать все, что угодно, сколько угодно и когда угодно, в прошлом, на следующем будущем, где угодно. Он управляет всем этим временем и энергией. Это его энергии. И мы с вами его собственность. Каждое живое существо. Принадлежит ему, его частичка. Неотъемлемая и вечная частичка. Вот это нужно просто вспомнить. Как? Просто повторять. Амнезию лечат именно таким образом. Нужно просто повторять. Вот у человека амнезии. Ему говорят, ты помнишь? Ничего не помню. Ну как же вот. Твой друг, его звали там, Ваня. Помнишь? Нет, не помню. Ну как же не помнишь? Вы еще с ним ходили туда, отлилали то, а потом... Вот он такой, такой, такой. Он постепенно слушает, слушает, повторяет, повторяет. И память к нему постепенно возвращается. Смотрите, что-то в этом есть. Погодите, погодите. Что-то, что-то... Как будто сквозь сон начинаешь что-то воспринимать. Это моя иллюзия в этом теле. Я мужчина, я женщина, русский, американец, индус. Вот это вот очень мощная обусловленность. Но если мы слушаем и повторяем, что из вечности исходит, постепенно мы начинаем пробуждаться. Что-то в этом есть. Я, похоже, не это тело. Начинаю чувствовать это, как пробуждение. Еще ничего не вижу, но начинаю ощущать. Подобно тому, как человек спит в холодной комнате. Холодно ему. Но он спит, он не понимает причину его беспокойства. Что? Что просто холодно. И он скрючивается, но вот спит в таком состоянии. Внутри он во сне немножко страдает. Им что-то снится недоброе. И он не понимает причину своей страды, что мы во сне. Приходит другой человек, который не спит туда и говорит, о, как холодно. Этот человек тут лежит, он мерзнет. Сжигает камин. Накрывает его одеялом. Этот человек ничего не знает ни о камине, ни о человеке, еще ни о одеяле, но ему уже хорошо. Он распринимается. Это начало того, что мы начинаем что-то воспринимать, ощущать. Нам становится хорошо, воспевая Харикришна мантру, принимая просад, слушая вот эти небылицы. А хорошие небылицы, Я в них вообще не верю, но интересно. Не верю. Ни одному сложно вот написано. Потрясающе. Что-то в этом есть, понимаете? Я еще не могу принять это вот сразу, потому что я вообще-то русский, я не индус, понимаете? У меня нос, видите, никакой индусы нет. И цвет кожи, видите, я в другой раз принадлежу. Это майя. Это майя. Тело износится, как одежда, сбросишь, получаешь, другое тело. Какое? О каком подумаешь? Если вы умираете и думаете, не хочу быть индусом, станьте индусом. Подумайте об Индусе и все. Родитесь индусом и скажете, не хочу быть русским. Ну, что это? Что за жизнь? Мы уже родились, разве это не факт? Ну, что вы? Почему не верите? Мы уже родились, мы уже получили тело. Откуда мы это тело получили? От родителей, что ли? А родители откуда знали, какое это тело было? Они понятия имели, кто родился, какой выродок вообще? Так иногда называли нас, не так ли? Что за выродок вообще такой родился? Мы такого не планировали вообще? Какие-то законы над нами вот все это управляют, и мы тут рождаемся и думаем, мы тут господа. Управляем миром вообще. Да управлялись, наконец. Но управлялись до биологических войн и прочее, до самоуничтожения. Это очень близко, на самом деле. И другого выхода, как сознание Кришны, у людей сейчас нет. Как обратиться к духовным знаниям. Нет другого выхода? Нет? Что праппады хотели, что в этом участии приняли все разумные люди мира? Как понимают? Вот те ценности, чем вдохновлены? Распространяйте их. Чего-то не знаете, не говорите. Или говорите, не знаю еще, да. Но то, что вы знаете, то, что вы уже поняли за эти дни в Святой Дхаме, вы должны помнить, там ни у кого и крупицы таких знаний нет. Вы уже можете огромную пользу приносить людям. Праповедуем, что такое освященная пища, что такое тело и душа, что такое священные книги, что такое вообще знания, что такое гуны природы, что такое время, что такое сверхдуша. смотрите, сколько всего, сколько всего мы узнаем. И передавая это послание, просто повторяя, что говорят, ачарии, наши духовные учителя, мы обретаем это сокровище в сердце, оно раскрывается. Это дар Божий. Это просто Божий дар. Тирмата Жамандакини также продолжает эту тему простоты сознания Кришны. Простоты сознания Кришны. Простоты сознания Кришны, пр Protection University, Кришны. Простоты сознания кришны voодов. Очень. Спасибо. Шев�를 поближествуются, 痛不 Tragece, так же. Это очень простой. Очень простой. И очень сложный если у кого есть очень сложный ум. Да, это может быть очень простой. Я вернусь к ребенку когда вы говорили о том, что на самом деле каждый может делиться сознанием Кришны. Вы приводили пример маленького ребенка, который говорил, что Кришна — это Бог, верховная личность Бога. Это был маленький ребенок, это была дочка Шемасундра и Малати, и имя ее Сарасвати. Она была первым ребенком в движении Сознания Кришны. Она была частью первой группы Сан-Киртан партию Павлупады. И еще, будучи первым ребенком в Сознании Кришны, она была участником первой группы Сан-Киртан, которую Швабрупада отправил. Очень аристократические люди приходили к Швабрупаде. Большие бизнесмены, у которых было много денег. Но эти серьезные люди больше всего впечатлялись от этой маленькой девочкой Сарасвати. когда она смотрела на них очень маленькие, и говорила, Кришна — это Бог, сверху личность Бога. Кришна — это Бог, Верховная Вечность. И это было очень просто. И да, даже дети могут делиться и распространять Сознания Кришны. Конечно же, у нас в течественных писаниях есть пример прохлад Махараджа. Я вспоминаю, когда моя маленькая дочь Горанги, ей было 6 лет, она приехала в Индию. В Индии. Я вспоминаю, когда моя маленькая дочь Горанги, ей было 6 лет, она приехала в Индию. Она была с нами в Вериндауне, Джаганат Пури. И когда она вернула, она снова пошла в школу. И вернувшись в Францию, она пошла там в школу заново. И там были вопросы, которые задавал учитель. Молитва Харе Кришна. Если вы говорите, что Харе Кришна все мы вместе будем петь эту песенку Харе Кришна, то нам всем поставят хорошие оценки. И она сказала, не говорите ничего своим родителям. Не говорите ничего. И все дети начали повторять Харе Кришна. Но, конечно же, не могли удержать это в секрете. И после этого все родители начали обращаться. Что это такое? Это секта? И что это такое? Это секта? Они сказали, нет, нет. Мы только из Индии приехали. И дети могут делиться сознанием Кришны по-своему. И вы также упомянули женщин со Днани Кришны. И вы также упомянули женщин со Днани Кришны. Шилапарпада называл их нашим секретным оружием. Все мы, взрослые, маленькие женщины, мужчины, необразованные, все мы можем с вами делиться посланием сознания Кришны. И весь мир ждет нас. Он обеспокоен. Но Кали-Юга не ждет. Все больше и больше разных пандемий, больше и больше новых войн. И здесь, в нашем туре, путешествии, мы можем получить духовные силы. Когда мы вернемся к нашей повседневной жизни, мы должны воспользоваться этой силой, которую вы получаете в нашем туре. чтобы делиться ей с своими близкими и вашим окружением. И для того, чтобы вам было проще, вам необязательно делиться какой-то сложной философией. Вы можете просто рассказывать то, что вы сами уже поняли или сами слышали. И практический совет к этому, вы можете завести такую привычку, всегда иметь с собой книгу с Шилл-Эвропами. Если вы отправляетесь на работу, или куда-то к врачу, или за покупками в магазине. А книги, они как живые, они идут даже вперед, они сами будут выпрыгивать из ваших сумок к нужным людям. Попытайтесь, если вы будете только это пробовать, то ваша жизнь станет очень интересной. Это будет разведка. намного-много интереснее. Это будет в действительности очень крутое путешествие. И в этом приключении вы можете стать инструментами вашего возлюбленного Гуру Дева, Господа Шитани и Шилы Павлопады. Поэтому практический путь в сознание Кришны в Махараш приводил это тоже очень просто проповедовать. Чтобы это значит удовлетворить духовного учителя. Помогать ему в его миссии. И это очень просто. И это может сделать вас очень-очень радостными в духовной жизни. И мы можем все это сделать. И в следующем раз мы будем переменять, мы будем переменять. Наша жизнь поменять в лучшую сторону. Спасибо. Пожалуйста. Какие вопросы могут быть? Харе Кришна. Да? Можно вопросы? Харе Кришна. Чем больше я пребываю в сознании Кришны, у меня вырабатывается яркое чувство стыда и вины перед моей прошлой жизнью, когда я вредил живым животным, либо людям. И есть ли у меня хоть малейший шанс на искупление вины, либо прощение? Спасибо. Да. Я думаю, что у каждого из нас есть такие моменты жизни, которые вспоминать больно или стыдно, какие-то ошибки совершали все. в мире. Никто не гарантирован от ошибок, ни один человек. Никто в этом мире не гарантирован от падения, Прабху Павел сказал. И каждый может возвыситься от любого человека. То есть, та наша жизнь была в невежестве. Сейчас жизнь в знании. И когда Джагай и Матхай, великие грешники, они были признаны Господом читаний. Они встали на путь преданного служения. Им стало еще хуже жить, труднее. Они пришли к князь Тянанди Прабху и с болью в сердце признались, что жизнь стала вообще невыносима в сознании Кришны. Потому что те люди, которые мы вредили в прошлом, кланяются нам, а некоторые плюются и бросают камнями. Но они же помнят наши грехи все. И мы помним, какие мы вообще святые. Нам невыносима эта жизнь стала в сознании Кришны. Что нам делать? Как нам освободиться от этих проблем? Лейтенант сказал, теперь вы должны служить тем людям, которым вы приносили вред. Для людей что-то сделать. А они собственными руками вытачивали камни большие и носили их. И сделали кхат на берегу Ганги. Удобное место, вот эти ступени выкладывали, чтобы люди могли принимать омовение там. Это очень ценный был труд. До сих пор этот кхат существует. Представляете? Так на совесть сделали. И так постепенно через служение они освободились от этих самскаров. Надо сосредоточиться не на прошлых своих грехах, а на преданных служениях. Если дальше мы грешные люди по-настоящему, если мы эту жизнь грешную отдадим Кришне, нам люди поставят золотой памятник. Странно, правда? Если в эту плохую жизнь мы пойдем пожертвуем, и люди будут думать, что это святой человек Бог. Это сила жертвы. Так что мы много не должны думать о своих прошлых ошибках. мы допущены к преданному служению, тем не менее. Харе Кришна, примите мои проклоны. От Матушки Мадыкини прозвучало, что проповедовать, вот я там проповедую в семье, родственникам, близким, друзьям, просто иногда на улице знакомым и так далее, и замечаю такую штуку, как люди не хотят. То есть иногда, понятно, когда отзыв идет, это легко проповедовать, а иногда люди сопротивляются. Я в последний раз ехал в другу в поезде, набрал Бхагавад-гипту, другу подарил, а в поезде обратил, что кто-то слушает, а кто-то у него аж, вы там опять про Бога там и так далее, сколько можно про Бога замолчить. То есть такие вещи были, что одни хотят слушать, а другой на грани того, что сейчас не драка начнется, что про своего Бога задолбал уже. И причем было не то, что про Бога, было так, космология интересная была. То есть не нарушаем ли мы принцип вот этот ахимсы, когда вот человек хочет, вот душа родилась, хочет прожить в невежестве, хочет быть вот так, так существовать и так далее. Насколько вот эта вот грань, которую можно перешагивать? Конечно, нарушаем принцип ахимсы. Мы нарушаем его, да? Но это согласованно с волей Господочитания. Вы берете, готовите пищу, зерна, это тоже насилие, но это согласованно с его волей. Господь не тебе надо? Он так проповедовал. Он врывался в дома людей, не спрашивая никого. В экстазе там танцевал так, что крушил их мебель и стены даже. И просил их повторять и Харе Кришна, повторять и Харе Кришна. И люди, чтобы спасти свое имущество, повторяли и Харе Кришна. И так они получали вкус при этом, после этого. Они получали вкус и ходили на Санкиртану. То есть постепенно сможем пробудить в людях сознание Кришны. Это просто как бы также нашей чистоты и опыта. Со временем вы увидите, что это будет лучше и лучше получаться. Один ученик праупады сказал, что праупада я начал проповедовать. Но это очень трудно. праупада очень эмоционально отреагировал. Как я слышал, праупада хлопнул ладонью по столу, громко очень. Сказал, а кто тебе сказал, что это легко? Продолжайте. Пока на тебя никаких травм нет еще. Ты еще в хорошей форме. Придет опыт также, как правопад говорит, что если вы идете говорить о Боге, ничего не бойтесь, никто вас не убьет. Вы под защитой находитесь. Какие-то люди против, но большинство людей будут защищать. Когда мы проповедовали на Невском проспекте в начале 90-х, 80-х годов, это еще Советский Союз разваливался, только расшатывался еще. Вся милиция была против. Мы проводили Харинаму, прямо так, где Казанский собор, Невский проспект. Люди собирались, и мы там рассказывали все, что знали из Багавадиты. Подъезжала милиция, меня называли Кришна. Кришна, ты почему то-то-то-то-то-то-то-то? Люди, ты кто такой? Люди, люди обычно. Ты кто такой? Иди отсюда. Говорят, ну я тебя предупредил. Давай договоримся, больше так не будешь делать. Я говорю, ну как получится, я не знаю. Мы не планируем, так получается. Ну я тебя предупредил, все по-доброму, разъехались. Через какой-то день я приезжаю, его же смена была, этого же офицера. И опять там уже пол-одиннадцатого я там проповедую. Толпа людей. Он, Кришна, я же тебя предупреждал. Марш в машину туда, в милицейскую, за решетку туда. Меня закрыли там. А люди, значит, окружили этого милиционера, уже фуражку мы на лоб натянули. Агрессивно так на него. Подошли к машине, давай ее раскачивать. Мы сейчас машину перевернем, выпусти ее. Меня выпустил, испугался. Это только несколько случаев. Всегда так было? Мы проповедовали в более агрессивной среде. Потому что в то время было время воинствующего атеизма. Слышали слово это, да? Это было, ну как, по правилам воинствующий атеизм. Мы агрессивно разрушали веру в людях, религиозную веру. Это задача была образование вообще. Поэтому мы проповедовали в другом мире, в более агрессивном мире. Сегодня кто-то, ну, недоволен, он там побурчит, ну, что он еще сделает? Сейчас все больше и больше людей верующих становится. Скоро будет стыдно признаваться, что я атеист. Представьте себе такое время. Еще вопросы. Какой микрофон? Примите мои поклоны, пожалуйста. Спасибо за таяющую лекцию, вдохновляющую. Матушка, не дайте мне вас, скажу, не хорошо. У меня есть сомнения, которые меня очень долго тревожат. Не могу его не подразделить. То есть, есть ли в бедах уже есть информация о том, что я не что Калий-Юга сделает свое дело, да, то есть, и уже известно будущее, все предрешено. Зачем проповедь тогда нужно? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Важный вопрос. То, что предопределено Богом, совершают разные типы людей, исполняют его воли, разные типы людей. Один тип людей это делает осознанно, другие это делают неосознанно, но все служат Богу. Преданные служат Богу осознанно. Госпочитание говорит, в каждом городе и деревне будут воспевать святые иные преданные, говорят, мы это сделаем. Вот как это происходит. Они не думают, о, Госпочитание придет и сам все для нас сделает. Он как раз дает для нас это служение, чтобы мы могли этим путем вернуться к Богу. И благо, чтобы получили другие люди. То есть, предсказания Бога исполняются, ну, двумя типами людей. Божественными и демоническими. То есть, демоны это делают неосознанно. Они чинят препятствия, не так ли? Почитайте Священное Писание. Всегда демоны чинят препятствия. И только таким образом усилия, ускоряют этот процесс. Не ведая этого, они только ускоряют этот процесс. А предные, они прямо просто проповедуют, исполняют эту волю. Так все свершается, будущее исполняется. Мы не все знаем, не все знаем. Допустим, мы не знаем, сколько мы проживем. Не знаем. Когда мы начали проповедовать в России, в Советском Союзе, и началась перестройка, все были уверены, преданы, что перестройка как раз закончится Варнаши Матхармой. Потому что мы проповедовали о спасении книги. То есть, это имело сильное влияние на сознание людей. Но этого не случилось. Мы не все знаем, как это будет происходить. Много неожиданностей, но это происходит. Это происходит не просто потому, что нужно внешний мир изменить. Еще происходит другая трансформация внутренняя. Мы должны стать чистыми, преданными. Вот что главное. Вот что главное. Ну, то есть, мы уже начинаем общаться. Дай вопрос другим. Подумай лучше об этом. Спасибо. Я новичок. Ну, то есть, я первый раз на таком мероприятии. Я приехала замужем. И у меня вопрос такой, ну, как бы, тема простоты прозвучала. И у меня вопрос такой возник. У меня мама, ну, ходит в церковь к Иисусу. Все. Что она меня уговаривает. Все время мне рассказывает про Иисуса. И молитвы заставляет меня учить. Но я пришла сюда. Мне здесь комфортно. Мне здесь больше нравится. Я понимаю, что я скоро куплю себе четки и буду повторять. Мама. 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 И вопрос в том, как мне, ну, как бы, слушая ваши лекции в интернете, я слышала о том, что нужно чтить свою мать и, ну, как бы, ее слова, да, то есть, воспринимать за правду. Как мне здесь поступить? То есть, слушать маму или примыкать к новой вере, да? Ты будешь повторять Хари Кришна, это понятно уже, все поняли. Но не забывай Иисуса тоже. Мама ничего плохого не говорит, у Иисуса ничего плохого нет. Это очень хорошо. Ну, то есть, у меня в доме иконы и, то есть, это можно, чтобы было и то, и другое, да? Например. Если меня мама будет спрашивать, ты молилась сегодня перед сном, да? Читала молитву, которую я с тобой учила. Как я могу сказать? Ну, прочитаешь что-то сложного. Ну, то есть, я могу и то, и другое, да? Я ничего сложного в этом не вижу. Я Иисуса узнал уже в сознании Кришны. Нам не говорили ничего про религию ни в школе, ни в семье. Я стал мантру повторять, как йогу. Постепенно, когда я стал изучать Бхагавадьито, углубляться в эту медитацию святых имен, я осознал, что Бог существует. После этого стал читать Евангелие. Только после этого. И ходил также во все православные храмы, вот эти старинные, потому что я еще как интересовался иконами, вот этим искусством. Получал очень глубокое впечатление. А потом мы поехали с женой в Иерусалим. Там я получил шокирующую асамскару. И потом нашел аналоги в читании Черитамире, очень много. Так что не ограничивайтесь ничем. Это все одна религия, один Бог. Слышно, да? Слышно, да? Слышно. Спасибо большое, Агуру Дэх, за лекцию. За Нектарни Шекиртом. Матушке тоже спасибо большое. Я тоже хотела сказать, что только почитав Бхагавадьито, и потом понимаешь Коран. Потому что в Коране тоже есть реинкарнация и карма. У меня другой вопрос. Вот. Вчера в храме Гамбиры нам рассказывали, что Джаганатха выгнал Радху с Кришной из храма. И вот это я тоже слышала, что если божества кормят, божества жалуются, что Джаганаты там стоят, они все съедают, нам ничего не достаются. Почему божества конфликтуют между собой? Это же один Кришна. Там Кришна, а тут Кришна. Этого не покормили, того покормили. Там большие проблемы, да, я знаю. Нет, это же один Кришна. Почему вот такое происходит? Если вы любите какого-то человека, вы начинаете ему сознательно создавать проблемы. Почему? Вот мальчики и девочки в школе учатся и начинают задираться. Почему? Такова природа, игр. Бог играет. Кто это рассказал, эту историю? Девкина, наверное. Вот, пусть отвечает. Это не я, это Кришна-Чаран Махараш. Кто? Махараш, который отвечает, он про божества рассказал местную историю. А, вот в чем дело. У них тоже проблемы, да? Не только у нас, у них полно проблем. Нет, у меня тоже вот просто был такой случай у нас. Одни преданные сдали квартиру другим преданным, и те пришли со своими божествами. Они кормили своих божеств, а тех божеств не кормили. Вот. И, ну, хозяин квартиры говорит, а чего вы мои божеств не кормите? И потом они говорят, ну, типа один Кришна поел, хватит. А этим не обязательно. И потом... Они просто экономят деньги, я знаю. Нет, я еще не дорассказала. А потом... Это игры преданных уже, да? Хорошо. На сегодня мы закончим. Так, завтра у нас... Завтра у нас последний день паломничества здесь, так? Завтра какая программа у нас? Ария Кришна. Завтра у нас завершающий день, и утром мы хотим с Маха Харинамы обойти. Мы начали с Харинамы и еще раз обойти храм Джаганадхи. Я думаю, где-то так же. В начале седьмом мы выезжаем, и потом идем в дом Сарбамба Тачари. Я бы хотел передать пожертвование еще Майпур Чандри Прабу, который вот этот храм восстановил, по сути, из развалина. Он ученик про упады. Ему местные банды поручили это, попросили его, говорит, мы не справляемся, вот ты все-таки западный человек, ты знаешь, как все это делать, ты ученик про упады, помоги нам. Он восстановил его, нашел художников, там все это вот, все в развалина было. Дом Сарбамба Тачари, где Господа Читания показал шестерукую форму ему. Где они вот разговаривали на тему бхактики, он передал ему чисто преданное служение. Это очень важное место для нас. Сарбамба Тачари это великий ученый, он был, лично общался с царем Пратопорудрой. Из его дома идет подземный ход прямо в храм Джаганадхи, отдельный ход. Сейчас он не работает, там много змей, куда никто не ходит. Но для него такой ход сделали подземный. Значительная личность. Он проповедовал манизм и персонализм. Великий был ученый. И Господа Читания сделал великим Вайшнавом. Вот завтра по нему в этот дом. И Майя Пурчандр Прабу, он из Италии, из мафиози, из мафии. Он сбежал от наказания в Джаганадхапуре. И у него был просроченный паспорт. Он рассказал сам эту историю, к нам приходил и рассказывал. Это было очень смешно, конечно. С дочерью приехал. На него там жена подала в суд, что он дочь еще увез. Ему и возвращаться было нельзя. Тюрьма. Здесь просрочил паспорт, тоже тюрьма. Оказался между двух огней. И пришел к своему другу и сказал, все рассказал ему так и так. У меня вот там такая ситуация, здесь такая ситуация. «Да что ты хочешь?» Говорит, ты хочешь остаться навсегда в Джаганадхапуре и служить здесь Господу Джаганадхе. Он пошел к губернатору, этот его знакомый друг. А в Индии получить, знаете, визу, то есть вид на жительство даже, это очень сложно. О, это очень невозможно сделать. И рассказал про Майя Пурчандр Прабу, что вот есть такой человек, он хочет остаться. Вот у него тут с паспортом проблема, и там проблема. Губернатор так посмотрел на него и сказал, а почему он хочет остаться в Джаганадхапуре? Вот он ему говорит, а он любит Господа Джаганадху. Вот когда услышал, взял печать, пшк, все. До сих пор живет, никакие проблемы здесь. И вот ему поручают, он эти храмы восстанавливает успешно. Есть второй храм, где еще не было, он мне вчера сказал об этом. Абхирамтакур – это вечный спутник Господочитания. Абхирамтакур, если он кланялся чьим-то шилограммам, шилам, если они были неавторитетны, эти камни взрывались, вот так вот, от одного поклона. Если он кланялся к какому-то чистому предному, экстаз увеличился во много раз. Если он кланялся к какому-то непредному, могло разорваться сердце этого человека. Если он видел кого-то не в экстазе на кирте, у него была палка, бил палкой. Экстаз, Господи, он был такой личностью. Он был совершенно духовным человеком. И вот, он восстанавливал сейчас храм, где его изначальная мурть установлена, этого храма Такура. Но мы туда, наверное, не успеем прийти, я думаю, завтра. Может быть, кто-то успеет прийти, посмотрим. Но в дом сарабаба-бадачарей мы, конечно, по плану завтра придем. Хорошо. А отъезд то сколько у нас? Вечером пять. Всем выезжаем. Оре. 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 Jasmine, прид't мысern перебросить натс Birds т tua Б lays океанале. Оре. Оре. Lord.